Сегодня 35 детей с ограниченными возможностями здоровья, сироты и полусироты, а также дети из неблагополучных семей получили очередную помощь от активиста и руководителя фонда ИСЖР Зуракан Болтабаевы. Так, в одном из конно-спортивных парков отдыха дети смогли покататься на лошадях, отведать обед и повеселиться на славу. На сегодняшний день в Кыргызстане проживают более 30 тысяч детей с инвалидностью, которые являются особенно уязвимы к стигматизации, дискриминации и часто изолируются от остального общества. В большинстве случаев их предпочитают не учитывать в статистических данных и таким образом они превращаются в невидимок для лиц, отвечающих за принятие решений для поставщиков услуг и общественности. Именно таким детям и детям из неблагополучных семей Зуракан Болтабаева старается помочь. Сейчас многие дети не то чтобы за границу, даже внутри Кыргызстана не могут посетить хорошие места. И мы подумали, раз уж мы движемся в этом направлении, покажем им красоты Кыргызстана. И вот решили помочь и приехали сюда, чтобы они покатались на лошадях. К примеру, вот эти пони, ведь они видели их только по телевизору, а сегодня смогли еще и покататься на них. Цель у организатора одна – помочь детям-сиротам, инвалидам и детям из неблагополучных семей, понять, что они на самом деле не хуже других. И исходит она из сердца Зуракан, так как когда-то ее сына-инвалида первой степени даже не принимали в школу, после чего она решила помогать всем детям и их родителям. Родители, в свою очередь, бесконечно благодарны за такую возможность. Это так здорово, что есть такая возможность. Дети просто счастливы. Они отдохнули и у них прекрасное настроение. Побольше бы таких мест и таких людей, которые готовы помочь. Сегодня нас и наших детей привезли сюда. Игры хорошие. Обедом вкусным угостили. Дети покатались на лошадях. И видя их счастливых, счастливыми становимся и мы. Ведь мы буквально живем ими. Если у детей все хорошо, то и мы счастливы. Эти дети наравне с другими могут учиться, заниматься спортом, петь, танцевать. В последующем интегрироваться в сферу труда и занятости, получать материальное и моральное удовлетворение от своего вклада в общественную жизнь, если им помочь. И нам стоит относиться теплее к детям, которые нуждаются в нашей помощи. Ведь инвалидность или неблагополучность семьи не должны быть препятствием на пути к успеху любого ребенка. Айзада Врумбаева, Джентай Макенов, Пирамида.